Музыка Дорогие друзья, я думаю, что очередной раз повторю, что мы были инициаторами создания механизма, финансового и организационного механизма по кооперации между нашими странами. Я очень благодарен нашим коллегам, руководителям палат нашего союза евразийского, которые поддержали эту идею, и дальше мы все время двигались вместе с ними, когда работали с нашей евразийской комиссией. Я хочу поблагодарить Артака Каджиковича, который с первого дня вместе с нами работал над этой идеей, и не просто работал, а активно продвигал эту идею в евразийской комиссии. Слава Богу, она нашла свое логическое завершение с точки зрения дискуссий. И на последней встрече руководителей правительств стран Евразийского союза было принято решение о финансировании такой работы, о создании финансового механизма для кооперационных связей, для создания кооперационных проектов между нашими странами. Вы знаете, что будут субсидировать процентную ставку полностью тех проектов, где будут задействованы коммерческие структуры трех стран, ну не менее чем трех стран. Конечно, в идеале было бы хорошо, если бы пять было, но я думаю, что и три – это не самая простая задача, зная по нашему опыту работы в БРИКС, где тоже достаточно часто занимаемся темами создания кооперационных связей стран в БРИКС, и это крайне сложная задача создать, так сказать, такие проекты, которые бы вовлекали более чем две страны. Ну, я думаю, что в нашем случае это немножко попроще, все-таки мы долго работали вместе, и несмотря на долинный, такой достаточно длинный перерыв, тем не менее у нас сохранились связи экономические, и гуманитарные, и языковых проблем таких серьезных нет, стандартных, ну и так далее. Много можно чего перечислять в этом плане. Преимущества у нас в этой части есть, понимание с Евразийской комиссией у нас есть. Я надеюсь, что нам удастся этот механизм задействовать. Для того, чтобы организационно помочь нашим предпринимателям сорганизоваться, мы, по согласию с нашими коллегами по торгово-промышленным палатам, создали проектный офис на базе Российской торгово-промышленной палаты. Задача его – это помочь как раз предпринимателям собраться вместе и создать вот такой конгломерат из трех, как минимум, предпринимательских структур, которые могли бы заниматься кооперационными проектами. Мы ведем работу уже в этом году, достаточно много переработали тех предложений, которые к нам приходили и приходят не только из Российской Федерации, из всех стран, которые входят в Российский Союз. Я полагаю, что к 1 января мы будем готовы представить некоторые проекты для того, чтобы попытаться их реализовать. Но сегодня мы пригласили Артека Каджиковича, Артека Камаляна, министра, который как раз занимается этой проблематикой, министра Евразийской комиссии. Пригласили его рассказать, что называется, из первых уст, чтобы все могли услышать, каким образом Евразийская комиссия предполагает реализовывать этот проект, как предполагается организовать эту работу, какие есть проблемные вопросы, над чем предстоит поработать. Ну и, конечно, для нас важно, чтобы мы понимали наше участие в организации этой работы, с тем, чтобы мы вместе постарались организовать максимальное количество проектов. Ну, Артек Каджикович мне предварительно уже говорил в предыдущей нашей встрече, что главная задача выбрать даже тот, может быть, не самый великий ресурс финансов, который нам выделен. Но если мы его выберем, то тогда есть возможность, как я полагаю, обращаться в Евразийскую комиссию с предложением увеличить этот ресурс для того, чтобы софинансировать. Но для начала надо постараться вообще-то организовать и выбрать то, что нам выделено.